Американское посольство в Кыргызстане располагает сведениями о терактах, готовящихся в Кыргызстане в течение месяца. Эта информация вызвала большой общественный резонанс как внутри Кыргызстана, так и за его пределами. И хотя дипломаты уверяют, что документ этот носит чисто технический характер и призван напомнить иностранцам о необходимости всегда заботиться о собственной безопасности, формальным его никак не назовешь. В своем обращении дипломаты четко заявляют, у них есть сведения о подготовке терактов. Посольство США получило информацию о возможных террористических атаках на территории Кыргызской республики. Это может быть похищение людей, захват заложников или действия, направленные против местных властей и иностранных дипломатов в течение данного месяца. Хотя и нет конкретных угроз в адрес граждан США и интересов страны, посольство Соединенных Штатов напоминает своим гражданам, которые проживают или путешествуют на территории Кыргызской республики, о необходимости соблюдения личной безопасности. В частности, это касается посещения общественных мест, использования общественного транспорта. Посольство также советует гражданам США, которые путешествуют по стране, постоянно информировать своих близких о своем местоположении и избегать мест массового скопления людей. Всегда соблюдайте указания местных властей, особенно в экстренных ситуациях. Следите за информацией в СМИ, чтобы быть в курсе всех событий. Эксперты говорят, скорее всего, сообщение американских дипломатов основано на данных спецслужб. Возможно, что угроза не касается конкретно Кыргызстана, а может быть направлена на какие-то из соседних стран. Но на всякий случай Госдепартамент предупреждает всех своих соотечественников, проживающих в регионе. Одно ясно точно говорят эксперты. На всякий случай, на чеку нужно быть не только гражданам США. Такие заявления с пустого места не делаются. Видимо, и поступила какая-то информация со стороны спецслужб о возможных терактах на территории, допустим, Средней Азии или в России. Это является своеобразным звонком для спецслужб, для общественности, для государства в целом. И Кыргызстан, как современное государство, имеет право принимать полные меры предосторожности. Сейчас в регионе действительно есть горячие точки, которые могут накалить обстановку в Центральной Азии. И в первую очередь это Афганистан. В связи с масштабными военными действиями в Сирии, международные террористические группировки перебрасывают свои силы на это направление. Однако, по оценкам экспертов, спецслужбы стран региона и Кыргызстана в частности, сегодня ведут очень серьезную работу по предотвращению возможных атак. Как бы мы себя не успокаивали, все равно в нашей республике гипотетически, а где-то и потенциально есть террористическая угроза. Это может быть свидетельствовать та ситуация, которая в этом году произошла, взрыв китайского посольства. А также задержание нескольких возвращенцев из Ближнего Востока на юге нашей республики с оружием, с боеприпасами. Поэтому это предупреждение надо принимать все равно к сведению нашим правоохранительным органам. И, соответственно, проводить работу по выявлению, по предотвращению, по нейтрализации всех возможных намерений террористических актов нашей республики. Заявление посольства США уже заинтересовало Государственный комитет национальной безопасности. По этим данным начаты дополнительные проверки. Между тем, об угрозе жизни в Кыргызстане своих соотечественников предупредило и посольство Великобритании. Но, в отличие от американцев, англичане не рекомендуют своим гражданам посещать и южные регионы республики. Игорь Потанин, Алтебек Канебекулу, НТС.